МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Причинается, что взрывом нанесен ущерб зданиям, расположенным по соседству с полицейским участком. Сейчас ведется следствие. Потенциальный выход Великобритании из Евросоюза по итогам июньского референдума может поставить под угрозу мир в Европе. Такое мнение выразил премьер-министр Соединенного Королевства, выступая в Британском музее. Согласно данным опроса общественного мнения службы ЮГОВ, 42% британцев выступают за то, чтобы страна осталась в Евросоюзе. 40% за выход из сообщества. Референдум о судьбе дальнейшего пребывания Великобритании в ЕС пройдет 23 июня. Французское правительство приняло решение одобрить новое законодательство по рынку труда в обход мнения парламента. Закон вносит поправки в Трудовой кодекс и позволяет работодателям увеличивать установленные во Франции рабочие часы. Инициаторы закона видят в нем перспективу для развития малого и среднего бизнеса. Тем временем, проект этого спорного закона вызвал серьезные протесты в обществе, особенно со стороны профсоюзов и студентов. Похищенный три года назад, сын экс-премьера Пакистана найден в Афганистане живым. Он был освобожден во вторник в ходе совместной операции, проведенной афганскими и американскими силами безопасности, сообщает Интерфакс. 30-летний Али Хайдер Гелани был похищен три года назад во время предвыборного митинга. Он был обнаружен на юге Кабула. Предполагается, что сына экс-премьера удерживали в плену мятежники-талибы. Дамаск продлевает перемирие в Алеппо на двое суток. Договоренность не распространяется на бандформирование ИГИЛ и Джабхата Нусра, а также иные террористические группировки, перечисленные в списке международного терроризма. Режим тишины между правительственной армией и формированиями оппозиции в Алеппо действует с 5 мая. Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров представителей США и России, передает Вести.ру. Полиция портового города Бари на юге Италии арестовала двоих выходцев из Афганистана, которых подозревают в планировании террористических нападений на важные объекты в Италии, Франции и Великобритании, передает Евроньюз. Полиция разыскивает еще троих афганцев, двое из которых могли вернуться на родину. Задержанные ранее жили в центре для содержания беженцев. Арестованные создали джихадистскую ячейку, связанную с группировкой «Исламское государство». Экс-глава генштаба КНДР, которого в Сеуле считали казненным за коррупцию, на самом деле жив и занимает высокие должности, передает BBC. Отмечается, что Ли Йонгиль в настоящее время является членом Трудовой партии Кореи, кандидатом в члены Политбюро партии и членом Центральной военной комиссии. Таким образом, разведка Южной Кореи допустила грубую ошибку при сборе информации о событиях в КНДР. В результате селя, образовавшегося из-за ливневых дождей, в ночь на вторник на севере Таджикистана погибли два человека. В селении Реват Айнинского района стихия унесла жизни местной женщины и ее 17-летнего сына. Грязевой поток разрушил участок дороги, соединяющий село с районным центром. В городе Худжант штормовой ветер повредил крыши и нанес ущерб трем школам города. Уничтожены фруктовые сады местных жителей, сообщает Интерфакс. И к казахстанским новостям. В Алматы продолжается ликвидация последствий подтопления, произошедших из-за обильных осадков в праздничные дни в нескольких районах города. Воду откачивают в микрорайонах Шанрак-2 и Ужет. Дома и заборы укрепляют мешками с песком. На речке Ясентай спасатели распилили дерево, перекрывшее русло. В спасательных операциях задействовано более 50 сотрудников службы спасения. 27 единиц техники передает Кастак. В Восточно-Казахстанской области вынесли приговор в отношении теперь уже бывшего директора местной школы номер 8 города Зарьяновск. Глава учебного заведения признан виновным в том, что домогался учеников в стенах родной школы. Более того, наставник, администратор, приглашал мальчишек к себе домой и склонял их к сексуальной связи. Педофила судили на 8 лет. Также он лишен права до конца жизни заниматься педагогической деятельностью, сообщает Тенгри Ньюс Кейзет. В Усть-Каменогорске произошел вопиющий случай. Некий мужчина до бессознательного состояния избил 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Когда злоумышленник пришел в дом пенсионера, он подумал, что его пришли поздравлять и пригласил незнакомца за стол. Однако непрошенный гость жестоко избил пожилого человека, затем искал в квартире фронтовика ценности и деньги, затем ушел. В настоящее время дедушка находится в больнице. У него диагностировано сотрясение мозга. Подозреваемый задержан, ведется следствие, передает Интерфакс. И к местным новостям. Октюбинское городское кладбище приятно удивило горожан, посетивших его в родительский день порядком и чистотой. В отличие от прошлых лет, в этом году администрация по ГОСТу вывезла значительный объем мусора, произвела обрезку деревьев, установила урны и даже раздавала посетителям бесплатные мешки для мусора. Отметим, что городское кладбище горожане посещали последние три дня, наводили порядок на захоронениях близких. В дни посещения работал 42-й маршрут. Сайт www.riga.tv.kz Самые актуальные новости, самые интересные темы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова